Привет всем! Мое имя Эвойс Вар Ребус, желтое пламя, пляшущее на стримах врагов. По совместительству один из немногих оставшихся живых ведьмаковедов на просторах ютуба. И сегодня я расскажу вам, как стать ведьмаком. Итак, первым делом вам необходимо стать ребенком, мальчиком, желательно одного-трех лет, из бедной семьи, у которой нет желания вас воспитывать и которой съесть вас мешают только родные чувства и остатки человечности. Тогда, с определенным шансом, вас родители, как самого запланированного, любимого и долгожданного ребенка, попробуют куда-нибудь сбагрить. Возможно, это будут хозяйки леса и пряничный домик, а возможно, темная, сырая и мрачная ведьмачья крепость. Она же инкубатор, она же школа, она же ваш дом лет так до 20, если вы живете, конечно. Впрочем, стоит отметить, что быть из бедной семьи вовсе не обязательно. Вы можете просто изначально родиться не в том месте и не в то время. Например, у чародейки, которая, по идее, вообще должна быть бесплодной или каким-нибудь бастардом. А то и вовсе стать наградой какого-нибудь ведьмака в счет права неожиданности. Ну что ж, вы пережили первый этап, ваша мать смогла найти человека с кошачьими глазами и вручить вас ему. Вы еще тогда ничего не понимали, но это не отменяет того факта, что первый этап пройден. И вы, скорее всего, переходите на второй этап. Если, конечно, ведьмака по пути в обитель не сожрут. Итак, вы в крепости. Я для удобства буду называть ее Кайр Морхен. И вашим вторым этапом можно назвать выживание до 8-10 лет. А значит, в течение лет 5 вам придется пройти через особую диету, которая будет состоять в основном из невероятных грибочков, травок и мха, которые растут в темных казематах лаборатории Кайр Морхена. Уж не знаю, чем питаются крестьяне в голодные зимы, но есть мох это явно не лучшая идея. Впрочем, у ведьмаков он не простой, а волшебный, помогающий вам вырасти сильным, выносливым мальчиком. Если вы, конечно, выдержите такую диету и не отдадите концы от интоксикации, есть мнение, что то, чем вас будут кормить, это своего рода стероиды и слабые мутагены, которые заставляют ваш организм слегка поменяться, делая его более крепким, стойким и подходящим для последующего превращения в ведьмака. Девочкам такая диета, кстати, противопоказана, так как, скорее всего, постепенно она будет превращаться в мальчика. Но, как и любые другие стероиды, истинная мощь вашей диеты проявится только в упорных, тяжелых, но пока еще обычных тренировках. Известными тренажерами в школе волка, которыми вы будете пользоваться, являются крутящий ветряк с лапами из палок для отработки у воротов и отскоков, полоса препятствий в лесу вокруг Каэр Морхена, называемая среди молодых ведьмаков мучильней, где тренируются в беге и контроле дыхания, несколько маятников, где упражняются в фехтовании с мечом и в работе ног, а также врытая в землю гребенка для обучения пируэтам. Вот не знаю, нужно ли говорить, что работа с каждым из этих тренажеров представляет из себя смертельный риск, и фактически каждый из них уже унес жизни не одного десятка юных мальчуганов. А что не выбьют из вас диеты и тренировки, то вытрясут учителя, заставляющие много думать и не деградировать, учить письменность, буквы, а те, кто постарше и вовсе всякая фигня про монстров и проклятия. Впрочем, на этом этапе смертность не такая большая. Фактически в течение этих лет пяти вас учат только азам и базовым навыкам, чтобы у вас, вашего тела и разума был шанс пережить последующие мутации. И вот вам 9 лет. Вы легко пережили местную кухню, немного даже начав любить ее, ведь грибочки действительно сделали вас достаточно сильным и выносливым. На тренажерах вы не раз ломали себе ноги, руки, пальцы и вообще все кости, что сделало их при этом крайне крепкими. На уроках вы научились незаметно для чародеев спать, но на этом второй этап подошел к концу. Теперь вам предстоит перестать быть человеком. На третий этап превращения в ведьмака обычно допускаются дети от 8 до 10 лет, так как они уже достаточно сформировались как человек, но и недостаточно плотно, чтобы можно было превратить их в нечто большее. Теперь вас ждет 3, а то и 4 этапа постепенного превращения в ведьмака. Первым делом вас познакомят с унылым Альбертом, на котором вы пройдете испытание травами. Испытание травами это такой сложный эксперимент, в рамках которого в ваш организм будут введены определенные особые эликсиры, приготовленные на травах, чтобы эти эликсиры в свою очередь размягчили структуру вашего организма и сделали ее податливой, изменчивой и готовой принять мутагены. Если этот подэтап испытания травами прошел успешно, то далее в ваше тело будут введены мутагены, содержащие чужеродный генетический код, чтобы перестроить структуру организма. После введения мутагенов вы фактически перестаете быть человеком. И только в 3 из 10 случаев сможете после этого выйти из коматозного состояния, очнуться и стать на шаг ближе к вашей мечте о ведьмачьем будущем. Кстати, Уму из третьего ведьмака подвергли только первому этапу испытания травами, после чего Йеннифер попробовала его пересобрать магией по магическому слепку. Правда, без помощи самого Авалахха у нее ничего не получалось. Если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Наличие в вашем теле мутагенов еще не делает из вас ведьмака. Теперь вам предстоит пройти следующий этап трансмутации, в ходе которого, благодаря ранее введенным в ваш организм мутагены, тело начнет мутировать, изменится костный мозг, гормоны, а также, что самое явное, структура глазного яблока. Радужка поменяет свой цвет на желтый, а зрачок станет вертикальным. Весь процесс мутации, обычно это занимает около 10 дней, вы пробудете в коме, а пробуждение, если оно, конечно же, будет, ознаменует необратимые изменения в вашем организме. Поздравляю, теперь вы юный ведьмак, готовый начинать усиленные тренировки и реальную подготовку к ведьмаче жизни. Впрочем, если вы слишком быстро и слишком хорошо прошли превращение ведьмака, и особенно процесс трансмутации, то, скорее всего, вы будете направлены на дополнительные мутации, что фактически является более глубоким процессом трансмутации. После чего вы станете еще более-менее человечным и получите какую-то побочку, как белые волосы у Геральта, например. Кстати, те дополнительные мутации, которые получает Геральт по квесту доктора Моро в Тусенте, фактически, еще один процесс трансмутации, вызвавший новую волну мутаций от тех мутагенов, которые и так уже были введены в тело Геральта. Получается, что при наличии верного способа активации мутаций, ведьмаки могут мутировать бесконечно. Отлично! Можно сказать, что самое страшное позади. И теперь вы возвращаетесь к обычной жизни. Вас ждет то же самое обучение, та же самая диета и те же самые тренировки, только усиленные и нацеленные на превращение вас из обычного мульчугана в ведьмака. Правда, не все выдерживали более жесткий ритм тренировок и погибали на опасных тренажерах. Кроме того, прием ведьмачих декоктов иногда может провоцировать отказ некоторых органов, а также вызывать у юных ведьмаков депрессию и неконтролируемые приступы агрессии. Как говорил дядя Бен, с большой силой приходит и большая ответственность. Надеюсь, после всех испытаний усиленные тренировки пройдут для вас легко, а значит пришло время последнего этапа, последнего экзамена. Последним экзаменом для ведьмака обычно служат испытания медальона, в ходе которого вы должны активировать свой ведьмачий медальон и по совместительству знак своей школы и цеха, наполнив его энергией в круге стихий. Вам повезло, вы в Каэр Морхене в школе волка, а значит вам предстоит всего лишь со стороны пруда, кишащего утопцами и туманниками подняться через пещеры на гору к кругу стихий, преодолев логово могучего и древнего циклопа по имени Старый Грот, а затем как-то пробраться через несколько скальных троллей на горе, называемая Башка Тролля. Это опасная прогулка и очень многие кандидаты погибали, но не вы. Медальон активирован, вы благополучно вернулись в Каэр Морхен, получили свой набор клинков, эликсиров и отправились на большак. Поздравляю, вы теперь ведьмак. За спиной у вас почти 20 лет обучения, невероятные мутации и несколько десятков погибших людей. Вы носите гордое звание ведьмака, очищающего этот мир от монстров, порожденных с сопряжением сфер. Еще раз поздравляю. Жаль, что при этом ваш путь кончился на первом же заказе, когда вы, не рассчитав собственную силу и перерезав дюжину коров, случайно призвали древнего могущественного черта, который в силу неопытности оказался вам не по зубам. Что ж, спасибо всем за просмотр. Теперь вы знаете, как обычный человек становится ведьмаком. Если вам интересна данная тема, то можете посмотреть мое прошлое видео, посвященное 10 фактам о процессе мутации ведьмаков. Ссылочка будет в описании. А если вам еще и это видео понравилось, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Мы же увидимся в следующем видео уже очень скоро. Но на этом пока, всем пока-пока.